Уборочная кампания 2020 практически финишировала на Случине. Погода благоволила аграриям быстрее и качественнее собрать урожай. Некоторые хозяйства уже завершили уборку зерновых и даже вышли в лидеры по намолоту в Слудском районе. Более 21 тысячи тонн зерна намолотил сельскохозяйственный филиал Слудского сыродельного комбината. Это рекордный сбор урожая на Случине. Трудовой коллектив поздравили с рекордной победой в соревновании по уборке урожая. Разрешите от Слудского районно-исполнительного комитета поздравить вас с таким великим достижением, наивысшим достижением в районе, намолотившим более 20 тысяч тонн. Что хотелось бы вам сказать? Хочется сказать вам спасибо за ваш тяжелый труд, за истинную преданность родной земле и верность к крестьянскому делу. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, что заметили нас. Слудская районная профсоюзная организация выражает слова благодарности за высокие показатели на уборке урожая 2020 года. Желаю вам всем крепкого здоровья, финансовой стабильности и высоких производственных показателей. И примите небольшие подарочки от профсоюза работников АПК. Спасибо. К результату в 21 тысячи тонн зерновых аграрии и хозяйства шли не первый год. Пошли 10 лет и шли к этому. Вырабатывали технологии, приобретали новую технику современную. Ну и естественно, больше результатов, больше хлеба, больше денег. Вот к этому и стремились. Достаточно сказать, что в 2019 году у нас средняя зарплата, среднемесячная зарплата, тысячу восемь рублей была. Ну а в этом году мы уже превысили этот показатель на 144%. То есть будет уже 1400 средняя зарплата. А когда зарплата есть, есть и хлеб, есть и желание работать и трудиться. Ну и стремиться к лучшим показателям. Чем качественнее зерно, тем выше прибыль хозяйства. Его качество зависит от многих факторов. Ну, в первую очередь, естественно, наши земли пригодны именно для производства пшеницы. Продовольственная пшеница, она у нас нормально растет. И урожайность у нас 59 центнеров с гектара в этом году. Ну, вторая культура, которая сегодня мы, я думаю, что на правильном пути, это замена ярового ячменя на азимовый ячмен. Азимовый ячмень, правда, ее немного было посеяно, 50 гектар. Но урожайность была 61 центнер. Поэтому в будущем природа меняется, погодные условия тоже. Естественно, мы настроены яровые чем меньше сеять. Ну, лучше их заменять производством кукурузы на зерно. Как бы ни было, кукуруза 80 центнеров, а если 100, это вообще, то она даже перекрывает и пшеницу. Поэтому вот кукуруза на зерно, это яровой сев. Ну, и ячменя зимы. Ну, и дальше думаем немножко смотреть про рожь. Гибриды ржи. Если получится 70 центнеров урожайность. Но в этом году у нас, ну, слабее урожайность. 48 центнеров. Ну, и немного мы гибриду посеяли. Аграрий сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината не планирует останавливаться на достигнутом. У них большие планы на будущее. Обновить технику, добиться высокой урожайности. Ну, совершенству нет конца. И думаю, дальше, дальше идти, расти. Ну, и дальнейшие мысли не только в растеневодстве, но и в животноводстве. Достигнуть 100 тонн каждый день сдавать молоко. Реализация молока. Мы на сегодня сдаем, ну, будем говорить, 75-80 тонн реализации молока. Но наши планы в ближайший год, два, три, именно 100 тонн молока. Каждый день. Дальнейшие планы именно все настраивается на семена. А семена именно брать элиту. Ну, а потом разводить и уже будем, так сказать, первым сортом сеять зерно, именно почву и получать, ну, дополнительные урожаи повыше. Ну, и, естественно, полное обеспечение минеральным удобрением. И плюс органика. Вот это сопоставляющие урожаи. Одна из главных задач для аграрьев не просто вырастить урожай, а получить из него выгоду. Естественно, госзаказ, это примерно 4-5 тысяч тонн. И дальнейшее это все для производства, то есть использования, производства собственных комбикормов. То есть мы сегодня закупили собственный комбикормовый завод, передвижной механизм на базе МАЗа. И на базе этого, чтобы было круглогодичное обеспечение от урожая до урожая зерном, ну, и всеми составляющими, факторами производства комбикорма. Это кукуруза сухая. Это, ну, будем говорить, единственное, что покупать премиксы. Ну, на будущее, если будем строить комбицех, то и мы подумаем и о премиксах, производстве премиксов. То есть практически не зависит ни от кого и ничего не покупать, а самим все производить. На сегодняшний день Слудский район лидирует по Валовому на молоту зерна в Минской области. Екатерина Никисина, Игорь Стришкин, Слудск ТВ.